И к другим скандальным земельным проблемам. Окружной суд запретил мэрии выносить на сессию вопрос разработки землеустройства участка с санаторием Красной Зори. С таким ходатайством к Фемиде обратилась Укрпровздравница. Ей опонировали юристы горсовета и будущий арендатор. Истец заявлял, что если депутаты проголосуют за, то есть риск, что санаторий снесут и застроят. У ответчиков была иная аргументация. Взагалі, желтым чином, самый будильный, который находится на указанной земле 11 за адресу улицы 2436, поскольку только надоли дознан для разработки проекта землеустройства. В отсутнє повна противоправність будь-яких решений Одесскої міської ради, оскільки про зазначену обставину, яку зазначає позовач, не набрали навіть якоїсь законної сили чи судові справи. Свої доводы представитель Укрпровздравницы подкрепила заключением областного департамента культуры о наличии на этом участке памятников культуры. В частности, там расположено старое дореволюционное кладбище. Выслушав стороны, суд удовлетворил иск и запретил выносить вопрос землеустройства на повестку будущей сессии. Не має можливості у нас расслаблятися, тому що дане рішення може бути оскаржене, тому ми будемо вже у судовому процесі, по суті, спору доводити свою праву позицію, доводити те, що рішення, яке було прийнято ОМР у 2018 році, а саме 19.09, воно було протиправним, тому його необхідно скосувати. Будемо готуватись до нової битви. Також юрист объяснила, що по санаторію «Красної зорі» сейчас йдет два параллельних процеса. В одному, випадуться признать рішення Горсовета на розробку землеустройства незаконним. В другому, признать недействительным договор купли-продажи здравнице, з-за которого она потеряла свій статус. Також адвокат іницировала уголовне производство в отношении регистраторов і чиновників, які провели эту сделку.